Добрый день, уважаемые учащиеся и педагоги! Я иногда думаю о том, что мы каждый день ходим в школу, учимся, развлекаемся, веселимся. Жизнь нам кажется то светлой, то мрачной, но часто ли мы находим время для того, чтобы вспомнить? Вспомнить о тех, кто воевал и не вернулся с войны, вспомнить о тех, кто боролся за жизнь и смог выжить. Течет река времени. Много воды она унесла с того самого нескупаемого дня, когда распахнулись настижь огромные, страшные двери войны. Заросли шрамы окопы, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти 22 июня 1941 года осталась, как роковая дата, как начало отсчета долгих дней и ночей Великой Отечественной войны. Июнь клонился к вечеру закат, и белой ночью разливалось море, и раздавался громкий смех ребят, не знающих, не ведущих горя. Июнь клонился к вечеру. Июнь клонился к вечеру. Июнь клонился к вечеру. Июнь клонился к вечеру. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 ПЕСНЯ Девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Казалось, было вечера и песни у костра, и школьных властьев вечера и встречи до утра. И вот в свои семнадцать лет в строю солдатский строй. У всех шинели в серый цвет, у всех один покрой. И уходили за плечами, оставив школьные пороги, и мать застывшую в печали на пыльной и пустой дороге. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой охрипший военком. Там было в сорок первом, а медали и прочие легалии потом. А что было дальше, расскажет историк. Был сон аж тревожен, и хлеб наш был горе. Да что там, сомнения вовек не лети. Что путь описать, где пришлось напройти. Нет, не думали бы о наградах, о медалях своих, о орденах. Понимали, сражаться надо, защищая отчизну в боях. И свинцовые бургии метели, отражая атаки врага. В то суровое время хотели, чтобы не было вольников. Ах, сколько было за войну атак, успешных, а подчас врагом отбитых. На выжженных огнем полях и нашей кровью те поля болит. Слышите граммовые разгады. Слышите граммовые разгады. Кончились у нас дрова. Я ходила по дворам, собирала щепочки. Мама мне разрешала. Но было это очень страшно. А в этих домах были крысы, такие огромные, как кошки. Они пищали очень страшно. Но иногда где-то щепочку найдешь, а сил не было. Поэтому привяжешь эту щепочку за веревочку и потащишь по снегу. Сначала мы все спускались в бомбубежище. Потом мы перестали туда ходить. И мама говорила. Мамечка, у нас есть пол кусочка хлеба. Давай его съедим, чтобы фрицам не досталось. А то если нас отбомбят, мы же голодными умрем. И мы съедали по маленькой корочке хлеба. И радовались, что фрицам не достанется этот наш кусочек. Там, где идет война, нельзя цветы забирать. Там, где идет война, никто на вопрос не ответится. Что во все времена погибают невинные дети. Посмотрите на эти лица. Запомните их молодыми. Немногие из тех, кто ушел впервые до войны, вернулись назад. Девяносто семь из ста не вернулись. Девяносто семь из ста, вы понимаете, что это значит. Они легли на поле боя, жизнь начинавшая едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Они прикрыли жизнь с тобою, жизнь начинавшая едва. Чтобы было небо голубое, была зеленая трава. И больше не буду плавать, и больше не буду понять. За него идет война, дети не играть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Валя Тенина. Взглянитесь в лица моих одноклассников, выпускников 1941 года. В этом году им бы исполнилось 97 лет, но почти все они остались навечно молодыми. Из 35 человек нашего класса в живых осталась одна я. 41-го нам было по 17 лет. Пусть каждый из вас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутит ответственность перед памятью этих людей. И пусть этот вопрос будет волновать нас. Достойны ли мы памяти павших? Склоним голову перед величием их подвига. Давайте почтим память погибшим, минуту молчания. Попрошу всех встать. Пусть и миром нам не будут встать. Слушайте, слушайте, путин со всех сторон. Это раздается путин валь. Колокольница, 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 Это разродилась и окрепла. Не могу ли праведная строга. Присаживайтесь, пожалуйста. Еще живут на свете люди, которые преподали этот урок всему человечеству. Еще можно посмотреть в их лицах, в их глазах, Услышать их простые, бестихотворные рассказы о тех временах. Конечно, историки могут подсчитывать количество дивидий, Участвовавших в том или ином сражении, Число сожженных деревень, разрушенных городов. Но не могут они рассказать о том, что чувствовала семилетняя девочка, На глазах которой бомбой разорвало сестру и брата. Прошли годы, отгремели тяжелые бои, Но чтобы никогда на земле не повторились все жесткие битвы, Родина призывает под свои знамена молодых защитников, Тех, кто сумеет достойно продолжить дело дедов и отцов. На полтора года шинель, на полтора года мунтир, На полтора года отца заменил командира. Но вдали от родных, от любимых даю, А теперь я на виду в родимую семью. Если в этом и долг, и высокая честь, Я всегда на приказ отвечаю лишь Есть! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за внимание, до новых встреч!